Тебя ждет удивительный список вопросов. Да, конечно! А, не подглядывай! Ну, как орешки. Мистер, ладно, окей, если ты хочешь. А что такое красота? Трицательные головы! Ева, почему люди могут обижаться? Потому что хотят печенья. Чем пахнет для тебя мир? Красками. Огонь. Я тебя люблю, мамочка. Папирам. Раз, два, три, мяу, мяу, мяу. Ты скажешь привет, красотка, или я скажу? Или мы вместе? Мы вместе. Раз, два, три. Привет, красотка! А что мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем делать птицательное печенье. Мы будем делать очень простое печенье. Представляешь, его можно даже в мире. И оно делается очень быстро и просто. А оно из малинки. Из малинки? Нет. Но его можно есть малиновым вареньем, если ты хочешь. Я поняла, что только что наш самый главный ингредиент лежит не на столе, а вот здесь. Малинка. Отгадай с трех раз. Что будет внутри этого печенья? Какой главный ингредиент? Мука. Какая? Нет, это не мука, но близко. Ааа, не подглядывай! Гречка. Фрикинь! Гречка! Но она необычная, посмотри на нее. Это какая гречка? Видишь, она не коричневая. Это зеленая гречка. На самом деле зеленая гречка это живая гречка. Это живой продукт, супер полезный. Там все микро... Оно же прям как орешки. Помимо гречки у нас еще, я обрадую тебя, будет банан. Тебя ждет удивительный список вопросов. Очень интересно. Мне очень интересно будет послушать твое мнение. Например, можно начать? Угу. Акева, если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты сделала? Приводила в тебе водяного, и я на тебя скакала. Но в целом ты без волшебной палочки это делаешь каждый день дома. На самом деле, очень просто печенье, очень простой рецепт тем, что мы просто смешиваем все ингредиенты. Да, клади туда банан. Не сюда, а в чашу блендера. В чашу блендера. Ну, уже поздно. Ладно, окей. Это было 60 граммов зеленой гречки, сухой, которую я замочила на ночь. И она, собственно, размокла. Следующий вопрос. Как ты считаешь, каким должен быть лучший друг? Вика. Не, Вика. Это что? Не, мам. Какие качества в нем должны быть? То есть, почему вот они стали... Тица-тиковые, тица-тиковые, мои старшие друзья. Да ты так уходишь от ответа? Да. Вот почему для тебя Вика, например, лучшая подруга? Что тебе нравится? Хорошая и добрая. Хорошая и добрая? А ты как думаешь, ты хороший друг? Да. Ева, почему люди могут обижаться? Вот как ты думаешь? Потому что хотят печенье. И поэтому они обижаются? Ну, вот смотри, ты, например, обижаешься за что-нибудь? Да. Да? Когда ты обижаешься? Вечером, утром и днем. Вечером, утром и днем? То есть, в целом, бездень? Обижаешься, когда что происходит? И нужна столовая ложка любой ореховой пасты. У нас дома была аратисовая. Я буду ее использовать. Кто-то сейчас, наверное, вздрогнет от того, что как? Это же аллергия. Нельзя детям давать там с начала прикорма. Но на самом деле это, ну, такой еще недоказанный момент. И я здесь никого не перебеждаю. Вы можете не добавлять пасту. Вы можете добавить миндальную пасту, если Рекс считаете аллергеном. Но мне близок прикорм, вид прикорма, в котором, наоборот, чем раньше ты познакомишь ребенка с разными аллергенами, тем лучше. И тем, на самом деле, у него меньше вероятности в дальнейшем, что будет какая-то аллергия. Есть, на самом деле, доказанные исследования на эту тему. Я не буду поднимать так широко этот вопрос сейчас. Ну, кстати, Ева, тот же самый человек, она с шести месяцев, на прикорме, это педагогический прикорм, то есть кусочками, очень близко к самоприкорму. И все аллергены мы давали ей почти сразу. Ну, там есть какие-то исключения, типа там репродукты? Сколько ты видишь на клеек? Один. Значит, нужно нажать на нужную циферку. Один. Правильно. Два. Евик в последнее время сильно полюбила развивашка в игровой форме. И с этим нам помогает Сказбука. Ребенок в мини-играх запоминает цифры, знакомится с буквами и учится считать. Это и другие сервисы доступны в опции детям от Яндекс Плюса. Она объединяет в себе полезные развлечения и обучающие игры для детей. Лично я очень люблю, когда все в одном месте. Это очень удобно и просто в использовании. Для деток помладше представлены развивающие приложения Сказбука, Анимопус и Рисовайка. А для постарше нескучная учеба на Яндекс.Учебнике. Также есть и развлекательный контент в специальных детских разделах. На Кинопоиске это мультики, на Яндекс.Музыке это детские песенки и сказки. По промокоду POSNOVA вы получите опцию детям от Яндекс Плюс на 60 дней бесплатно. Так что переходите по ссылке в описании и не забывайте активировать промокод до 31 марта. Окей, Ева. Знаешь, какой интересный вопрос я хотела тебе задать? Чем пахнет мама? Цветочками. Цветочками? Ты набрала арахисовую пасту в рот, это так мило. Давай я тебе дам воды. Хорошо, а чем пахнет папа? Гречкой. Папа гречкой? Арахисовая паста это чудесно. Прозвоните, можете запомнить. Ядра арахисова и гималайская розовая соль. Идеально. И самое интересное для меня, чем пахнет для тебя Мира? Как красками. Ну, всегда что ли? Нет, всегда она пахнет... Домом. Домом? Ну да. Слушай, ну так-то логично. Так мило. А Ева недавно приносила игрушку подружке домой из садика. И она такая нюхает этого единорога и такая, пахнет Викой. То есть есть у каждого человека свои запахи, да? И так приятно потом их чувствовать. Мы можем все это блендерить. И мы сейчас ложечкой сделаем печеньки. И все. Столовой ложкой. И все. Запекаться. Ду? Ду. Ду-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Прям можешь... Да, чтобы не сформировали такой кружок. Я хочу маленькую печеньку. Класс, Ева, прям вот супер. Я тебе эти вопросы ищу следующие. Я поставила, кстати, уже разогреваться духовку на 180 градусов. И отступай от них какое-то расстояние, чтобы они не слиплись. Потому что они будут немножечко набухать. И чтобы они друг друга не трогали. Ну все нормально. Вот так нормально? Нормально, нормально. Вопрос, Ева, на что ты потратишь свои первые деньги, когда заработаешь? Купью настоящую косточку и лосади. Настоящие. И будешь с ними жить? Да. Навсегда. Ева, расскажи, каким должен быть муж. Красивый, высокий. Наш папа вот такой, как ты описала? Да. Да? Ты хочешь, когда вырастешь, чтобы у тебя был муж? Не хочу, чтобы у меня был муж. Не хочешь? А почему не хочешь? Потому что я хочу просто косточку. Хочется тебе кошку, не семью, да? Я хочу семью. Семью хочешь. А сколько деток хотела бы? Двадцать пять. То есть тридцать шесть девять сто двадцать пять. Ну смотри, в нашей семье двое детей. Две девочки. Мира и Ева. Мира и Ева. Тебе нравится, что у тебя есть сестренка? Да, конечно. А ты бы еще хотела сестренку или братика? Я хочу, чтобы у нас было сто миллион двадцать пять. Кого? Детей? Да. И что делать с ними со всеми? Играть. Это не весело. А обо мне ты... Если я буду с ними играть, мячик сзади бросать, они будут за ними все в стадо. В стадо? Вот так кто-то за ним идут. Кляк-кляк. 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 Чего ты больше всего боишься? Мы на стол не залазим. А больше всего я боюсь? Маленькую букашку. Какую букашку? Ну вот такую. То есть, когда ты, например, в дереве видишь букашку, ты боишься ее? Или ты так придумала сейчас? Придумала. Запекаем 10-13 минут при 180 градусах. Расскажи, какая у тебя любимая игра? Во что ты любишь играть? В коске-мышке. Это с кем? С Дашей. А, то есть за тобой бегают? Ты мышка или кошка? Кошка. А дома? Какая у тебя любимая игра? Догонялки по пи-пау. А настолки какие-нибудь тебе нравятся? Расскажи, настолка. У тебя есть любимая? Я уже жарко на своем столе. Почему жарко? Не хочу на нем сидеть. Сидеть на камне на коленке. Угу. Так вот, какая настолка тебе нравится? А есть настолки чудес. Где зайчика, она обходит стороной, да? Угу. И ты ищешь путь в замок. Угу. Что ты будешь делать, если кто-нибудь тебя обзовет или толкнет? Вот представь ситуацию. Кто-то подошел тебя и обозвал. Буду говорить стол. Да? И дальше что скажешь? Вот ты такая, сказал как... Мне так неприятно. Круто. Ааа, там у дома 33 глаза. Вот такая квартира. Окна, да? Дожди. Я тебя люблю, мамочка. Я тебя тоже солнышко люблю. Мама, меня. Как ты думаешь, почему люди болеют? Потому что... Ну, че все зубы. А, ну, кстати, да. Зубы, например, да, начинают болеть? Да. А кем мама работает? Блогером. А что такое блогером быть? Блогером, когда подарки приносишься. Что-что? Когда подарки приносишься, долго-дорого работаю. Ааа, когда подарки кто-то приносит тебе, да? Но ты при этом много работаешь. И показала ты на ноутбук, да? А я в ноутбуке работаю? И как еще я работаю? Вот, например, сейчас мы с тобой снимаем видео. Вот так. Да, это камера, да? И вот так. Да, там идеи, мозговой штурм. В целом ты все отлично показала. Это знаешь, как если в крокодил играть? Помнишь, мы играли в крокодил? Да. Когда нужно показать что-то, какую-то вещь или животное. Вот ты отлично показала, каково быть блогером. Это вот так вот. Вот так вот. И тогда кто-то подарки приносит. Ну, как это, не подарки, я бы сказала, а товары для рекламы, наверное, вот так. Ты бы хотела быть блогером? Ты бы хотела быть наездницей, да? Прикольно. А как ты лошадку назовешь свою? Ты будь девочка или мальчик? Девочка. Девочка-лошадка, какого цвета? Черная. Правда? И на попке белой, черные пятнышки. О-о-о-о. А впереди она вся черная. А получается тебе... Глаза у нее сиеные. А получается, что тебе нужно будет жить за городом, Ева, чтобы на лошадке кататься? Они же не могут в квартире жить. Да нет, они около дома, они в доме будут жить, но в доме будет конюшня. Конюшня. Да, и там будет два лошади. Один мальчик, маленький ребенок, девочка, мама, которую я сейчас назвала. То есть трое их будет? Да. И это все будет в конюшне на улице за городом где-то? И ты будешь тоже жить за городом, получается? Ну, то есть, например, как бабушка у нас Наташа живет в деревне, да? Да. На природе? Я не могу жить. Да. Твоего терпения хватило ровно на 10 минут. Ну-ка, давай смотреть, что там. Ну, там написано было 10-13 минут. Надеюсь, что... Алиса, спасибо. Доброе слово, иботу приятное. Иботу приятное. Вот у нас печенька получилась такая. Но она еще такого цвета, довольно белесого. Она немножечко бы еще покоричневела. Но вот как раз за 3 минуты я еще поставила на 3 минутки. Огонь! Тебе как? Очень вкусно, да? Девочки! Посмотри, мы самое главное так быстро это сделали. Просто, я бы сказала, минут 5. Я бы хочу... Да, сейчас она подостынет. То есть, просто на ночь я замочила. Это 1 минута. И с утра смешать с бананом и с ложкой пасты. Притом, привкус вот арахисовый, ну, невероятно. Кто-то не любит арахис? Пожалуйста, можно взять миндальную пасту. Можно взять фундучную пасту. Эти вот урбичи. Что вы говорите? Вот так делай. Многим зеленая гречка не заходит, потому что она вот такая пресная. Но действительно, зеленая гречка, она может быть как в соленом воплощении, так и в сладком. Потому что важно и ее саму наполнять какими-то вкусами. Она сама по себе как бы такая вот пресная, как тофу. Знаете, вот тоже тофу может быть сладким. Давно не ели тофу. Еще хочешь? Так мило, когда вкусненько тебе, и когда оно такое хорошенькое, полезное. Я рада. А я думала, что оно будет невкусное. Да. Но если честно, я сомневалась. Я не знала как бы на 100% если бы ты сама себе делала обед. Что бы ты приготовила? Я приготовила печеньки с медом, с какао, там малышмелы белые. И еще фалафель с ботатом. И фалафель с ботатом? Ну, прикольно. Полноценно. Алиса, спасибо. Вам спасибо. Мы все молодцы. Ева, а что такое красота? Красота, когда бантики в платье. Правда? Вот, например, красивая. Кто красивый для тебя? Вика и мама. А ты? Красивая. Еще хочешь? Мы, кстати, так интересно пытались все время с Денисом акцентировать внимание на том, что когда мы наоборот добавляем какие-то внешние атрибуты, типа там прическа, косметика, бантики, там вот это все, это ты некрасивее становишься, а ты становишься наряднее. Ну, то есть слова вот эти подменяются. Просто иногда бывает, что очень сильный акцент на том, что вот когда ты внешне как-то изменился, ты такой, ааа, красивый. И складывается впечатление, да, отпечатывается у нас, у всех отпечаталось, мне кажется, очень хорошо. Церковь визу такой золотую. Церковь. Не 10-13, а 15 минут, тогда он еще подрумянивается, еще схватывается, но не становится хрустящим. И внутри такое, ну, сильно хрустящим я имею в виду. Внутри такое мягонькое, приятное. Даже Мире дадим попробовать. Это будет твое первое печенье. Угу. В жизни. Угу. Будем заканчивать? Мы сделали офигенное печенье. Очень вкусно. Ну что, девочки, пока-пока. Это очень смешно. Ты уже хочешь все всем пока сказать, да? Чин-чин. Готовьте вкусное печенье, девочки. Ммм, кайф. Кайф. Пробуйте зеленую гречку. Пока. Кученьку. Смотри, какая улыбочка. Ну смотри, какие мы милые с тобой на камеру. Смотри. Угу. Я не хочу. Это луна. Я под стозом и хочу. Это луна, а это солнце. Надо кругленький. Алло. Огонь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok